Алексей Курманаевский оканчивает графический факультет художественного института имени Сурикова, специализируясь в мастерской плаката. Из середины 70-х до начала 90-х работает именно в этом направлении. А потом в его творческой жизни появляется живопись. Название персональной выставки дала вот эта картина «Не хлебом единым». Речь идет о духе, о культуре, о семье, я бы сказал, о целостности семьи. И потом о вере, потому что, как говорится, без веры мы никто. И поэтому я считаю, что она действительно подвела итоги. Со своей женой Еленой, рассказывает Алексей Михайлович, они познакомились в Москве. Вместе окончили институт и после приехали сюда. Теперь я тоже могу себя считать ростовчанином, нахичеванцем, потому что я здесь живу уже более 50 лет. Одна из самых первых наших выставок с Алексеем Михайловичем Курманаевским состоялась именно в начале открытия нашего музея в этом здании, в старой, наверное, нахичеване. Мы открывали выставку династии, она была посвящена всей семье художника, потому что вся семья очень интересная, творческая. Здесь, на персональной выставке художника, собралась вся семья. И мы не упустили возможности поговорить с Еленой Курманаевской на фоне ее портрета, который написан мужем с любовью и нежностью. Получился такой очень душевный портрет, который кочует с выставки на выставку. Он даже висел в Москве в Государственной Думе. Была выставка такая, как бы наших художников там. И он там висел чуть ли не год. Его не хотели отдавать, но потом с боем. Алексей Михайлович наш дорогой этот портрет все-таки забрал. Алексей Курманаевский одну из своих работ, которую он посвятил семье известного врача Минаса Багдыкова, решил подарить музею. Минас Георгиевич, говорит художник, активно участвовал в его создании. И здесь в картине самое место. Елена Ребжанова, Владимир Савилов, Дон-24, Ростов-на-Дону.